Холокост. Леденящий ужас того времени застыл навсегда на фото и видео пленке. Впервые тематическую выставку организовали в домах культуры Уссурийска. В этом году исполняется 76 лет со дня освобождения пленных концлагеря Освенцима. Открыть для себя страницы истории тех лет пришли воспитанники спецшколы Теодора Тихова. Ученикам 8 и 9 классов провели видеолекторий. Антисемитизм постепенно находит отражение в политических программах правых партий и становится частью их идеологии. Дети должны знать это, чтобы не повторить ни в коем случае в дальнейшем. Потому что все-таки дети в будущем должны быть не жертвами, не палачами и не наблюдателями, а толерантными к другим нациям, относиться уважительно в наше время к другим народам. Весь материал был отобран, а видеолекторий разработан по специальной методике так, чтобы выставка была доступна для школьников от 12 лет без травмы для психического здоровья. Холокост – это эмоционально сложная тема, о которой нельзя не рассказывать детям, говорят организаторы. Ведь на наших глазах сейчас идет возрождение нацистского движения в граничащих с Россией странах. Приморье и город Уссуриск тоже являются многонациональным и многоконфессиональным городом. И для того, чтобы Холокост не повторился, мы должны сегодня формировать у молодежи толерантность, терпимость и уважительное отношение к другому этносу, к другой национальной культуре, к другим национальным обычаям, обрядам. В фото-выставку и видеолектории уже посетили 500 человек. Дополнительно записались 8 школ общим числом в тысячи учеников. Заявки от желающих привезти своих воспитанников будут принимать до 30 января. Узнать подробнее можно по телефонам домов культуры «Искра», «Дружба» и молодежного центра «Горизонт». Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.